Завтра мы можем с угробой, Снеговик нас ждёт давно, И мы с тобой как два сугроба, И за мной грусти, лучше спою. Давай, давай, это же дизны, И знаешь, что делать, бой? Отпусти. И забудь, на небе сияй, зарёй. Ну почему постоянно я за вас отваться должна? Эльза, а тебе точно нужен этот принц? Ну смотри, у Золушки есть, у Авроры есть, у Белоснежки есть, у тебя есть, у меня нет. Но Кристоф не принц. Ой, ну подумаешь, у Жасмин тоже не принц, у Рапунцель бандит какой-то, живут же люди? Слушай, у моего бывших есть аж двенадцать братьев принцев, с южных островов. Плохая идея. Но я у Мани приношу, что делать. Думайте, девочки, думайте, это же дизны, где в дизны водятся принцы. А может быть в лес? Там мы нашли Кристофа. Точно, да если тебе срочно надо в лес. Ты считаешь? Я абсолютно уверена. Идём искать принца. А нет, мы с тобой остаёмся. Это мне подвластный мороз и лёд? Меня зовут Джек Фрост. Я здесь недалеко заморозил озеро. Пойдём кататься? Ой, а пойдёмте. Я очень люблю кататься. А ты не замёрзнешь? Может, лишь на дыбь. Холод всегда мне тут по душе. Что-то, Эльса, всё нет. Наверное, зимой плохое время к облицам в лесу. Ах, всё. Почти. Вот мой замок. Это Эвенделл. Эльса, а можно я спрошу глупость? Спрашивай. Ты выйдешь за меня? Ой, можно я отвечу глупостью? Да. Нельзя выходить замуж до первого встречи. О, а что если это любовь? А мне ты трогая говорила. Ну, а что я тебе говорила? Привет. Меня зовут Олаф. И я люблю горячие обнимашки. А я ледяной Джек. О, твои обнимашки не такие горячие. А, да. Ладно, я шучу. Я беру любовь с первого взгляда. Ой, люблю тебя. Джек, знакомься, это моя сестра Анна. Здрасте. Фрост. Джек Фрост. Эльса Фрост, звучит. А это мои друзья. Привет. Дед Порос и зубная фея прийти не смогли, но мы пришли. Ты зачем нас позвал? Я женюсь. Привет. Меня зовут Олаф. На нем? Нет. На ней. Привет. Меня зовут Эльса. Эльса, познакомься. Это мои друзья. Сэнди, песочный человек и пасхальный кролик. Так пасхальный кролик существует. Он не только существует. Он постоянно мальчит и страшно влюблен в себя. И того давно вы с ней знакомы. С утра. А что вы? Вы знакомы с утра и уже обретены? Ну а что вы от такого? Она ходит в DreamWorks. Ну конечно. Эльса, ты из какого мультфильма DreamWorks? Ой, а почему ты решил, что я из DreamWorks? Я тебе такого не говорила, пока вы катались. Ты ее нашел в лесу? Да. Она пела? Ну скорее пыталась. Внимание! Эти персонажи из лагеря конкурентов. Она же конкурент из Диснея. Какая разница, если это любовь? Не похоже это на любовь. Ты что, эксперт в любви? Я? Нет. Но у меня есть друзья эксперт. Кролики? Так ты диснеевская принцесса? А что это меняет? Я думал, что ты из DreamWorks. Ну какая разница, Disney, DreamWorks. Я просто Эльза. Эльза из Эренделла. Для таких как ты в мире Диснея уже предусмотрен принц. Да если бы для меня был предусмотрен принц, пошла бы я в лес. Вот именно. Вы вечно бродите в лесу в поисках принца. А встретился я. Ну нифига не принц. Знаешь, ну нифига. Вот это, не надо со мной в таком доме разговаривать. Ах да, я же забыл, с кем я разговариваю. Такого не забываю. Ах так? Тогда я ухожу. Да? Ну скажи мне что-нибудь на прощание. Шторы у тебя в замке ужасны. Нормальные шторы. Джек Кросс покинул беседу. Ах да. А мне тебя так много пить. А я не хочу другого. Я джек не люблю. Великая правила Дримборкса. Есть, ты с романом с рамом называлась. Лучше уже не будет. Дримборкс и Дисней как Монтеки Капулеты. Наши герои никогда не будут вместе. А давай ты споешь? Отпусти. Отпусти. Вот такой момент. Ну надо же спеть. Эй, завтра сди. Отпусти. И забудь. Новый день укажет путь. Нафиг все всем плевать. Эти ноты мне не взятка. Связки истощены. Крипы силы уже слышны. Мне красиво. Мне дотропанные сны. Правда, говорят. Всем мужчинам нужно только одно. А что? Я не знаю. Я не сказала. Только поцелуй любви растопит холод в сердце. Повтори. Только поцелуй любви растопит холод. Эйза, нам срочно нужен твой волшебник. Зачем? Он за колдовителя. А Джек спасет поцелуев из стены любви. Но я пошла. А куда? Какой еще поцелуй любви? Это опять ваши деснаевские сопли? Как прекрасен поцелуй любви. Милый ты всего мне подари. Что в этот миг весь огромный мир так счастлив. Ну, как я выгляжу? Сбалку. Я начинаю, я начинаю. И все его объяснила. Он согласен. Кто это? А кто это? Я кромешник. Известный так же, как прошмаркут. Мне все объяснили. Сделаю волшебник. Ты уснешь, проспишь 100 лет. Если тебя не раз будет истинный поцелуй любви. Да, да. Поцелуй любви. Поцелуй любви. Ну, хорошо. Я согласна. Действия. Здравствуй, кромешник. А что ты здесь делаешь? Тебе что, надоело прятаться под кроватью? А может, тебе там самое место? Меня пригласили. Что ты сделал с Эльзой? Она спит. Это мы придумали, если что. Джек поцелует ее, она проснется, а не помирится. И будет жить долго и счастливо. Что вы наделали? Это же кромешник. От его кошмаров не просыпаются. Ни-ка-к-да. Ну, ты же сказал, что через то время она проснется в любом случае. Я соврал. Вот ведь как. Почему сразу обзываться? У вас есть время до полуночи. Если до той поры ее поцелуют, этот котик Джек Фрост, все будет хорошо. Иначе я буду искать вечно во сне полном кошмаров или кошмарников. Скорее, скорее, найдите Джека. А я пока буду отгонять от нее кошмары. Идем целовать Джека. Нет, тогда он должен поцеловать Эльзу. Ну, его тоже поцелуем. Да, для надежности. Да, для надежности. Да. Если бы она не была этой чертовой диснеевской принцессы. Но они же наши конкуренты. Привет, меня зовут Оллов. Скорее, папа. О, какая милашка. Нужно я тебя почухаю за ушком? Джек. Та. Эйзи. Что, Эльза? Спить. С чем? Конечно. Нет. Стой, Кель. Пригодняйся. Застоять. Джек. Находясь-то ты пришел. Если Эльза любит тебя... А если нет? И я сказала, если Эльза любит тебя, ее не разбудит ни принц, ни король, только истинный поцелуй любви. А я не умею. Хороший. Хороший. А вы? Привет, нас тут кто-то нашли. Джек, позабудь. Ой, позабудь. Забудь нашу прошлую новость. Крылья от полета не готов. И снова не пробудет, конечно. Это моя любовь. Но, в этой дочке мы справляем, как мы все живем. Забудь и пойдемте. Миссис Хост. Я хочу спать.